Здравствуйте, меня зовут Наталья Седлецкая. В эфире программа журналистских расследований «Схемы». Это совместный проект Радио Свобода и телеканала ЮАПерши. На протяжении последних нескольких месяцев за нашей съемочной группой происходит регулярная слежка. Это одни и те же два-три автомобиля, которые следуют за редакционной машиной, когда журналист Михаил Ткач с оператором едут на съемку. В правительственных кварталах столицы, около администрации президента или за городом. Кто организовал систематическую слежку за схемами? Все машины, которые преследуют нашу съемочную группу, принадлежат охранной фирме самого богатого человека в стране – олигарха Рената Ахметова. Редакция убеждена, что такие действия направлены на препятствия нашей деятельности. Ведь мы ранее неоднократно рассказывали о самом олигархе Ахметове, о том, как он сохранил свои позиции и при постмайданной власти после побега своего политического ставленника Януковича в Россию. И продолжаем фиксировать его непубличные контакты с первыми лицами государства. Мы придаем этим фактам огласку, потому что, во-первых, не до конца известно настоящее намерение этих людей, а во-вторых, имея надежду на то, что после огласки это давление прекратится, и мы сможем беспрепятственно выполнять свои профессиональные журналистские обязанности, в том числе исследуя связи самого Ахметова с украинскими высокопоставленными чиновниками. 25 августа 2018 года. Киев. Аэропорт Борисполь. С итальянского острова Капри приземляется самолет Falcon 7X. В аэропорту его уже ждет Мерседес С-класса. Прилетел олигарх Ренат Ахметов. В 2014 году, когда Россия оккупировала часть Донбасса, он перебрался в Киев. В украинской столице олигарх ведет непубличный образ жизни. И хотя президент Янукович, политический ставленник олигарха, в результате революции сбежал в Россию, а Украина временно не контролирует часть Донбасса, где расположена львиная доля предприятий бизнес-империи Ахметова, сам он за последние пять лет не утратил статус самого богатого человека страны. Украинский олигархат – это сплав бизнеса и политики. Их нельзя отделить друг от друга. И Ахметов – это яркий представитель, потому что его бизнес зависел и зависит от государственной политики. Согласно данным американского бизнес-агентства «Блумберг», за последние годы Ахметов разбогател почти на миллиард долларов. А в общем его состоянии сейчас порядка шести миллиардов долларов или 162 миллиарда гривен. Для сравнения, это шестая часть всего государственного бюджета Украины. Как олигарх, который был одним из финансовых столпов власти Януковича, удержал свои позиции и после его побега. В 2016 году схемам удалось зафиксировать, как кортеж Ахметова покидает кабинет министров Украины, который на тот момент возглавлял Арсений Яценюк. Следом за кортежем Ахметова кабмин покинула машина Олега Ляшко. Тем же вечером в полночь кортеж Ахметова побывал и в администрации президента. Вот как тогда прокомментировал ночной визит самого богатого украинского олигарха в свою администрацию президент Порошенко. Позиция по Ахметову касалась приглашения на матч финала Кубка Украины. Матч финала Кубка Украины, который должен был быть во Львове. Спасибо. Я принял это приглашение, на матч не поехал, потому что были другие события. То есть в 2016 году за один месяц нам удалось зафиксировать, как самый богатый человек страны ночью приезжает к президенту, тайно посещает премьер-министра синхронно с лидером одной из парламентских фракций партии Олега Ляшко, который публично поддерживает предприятие Ахметова, постоянно по ним гастролируя. Когда-то он коммуницировал и с Арсением Яценюком, и с президентом Порошенко коммуницирует. То есть это такой переговорный процесс, который не останавливается. Такого рода бизнес, который имеет Ахметов, без государственной политики не был бы монополией. То есть это был бы бизнес, конечно, это бы приносило какие-то деньги, но это не масштабы олигарха. Накануне президентских выборов мы решили снова исследовать политические контакты Рината Ахметова. Для этого мы время от времени приезжаем под офис олигарха и его дом в селе Плюты Киевской области. Но столкнулись с противодействием. 1 сентября 2018 года. Мы приезжаем к офису Рината Ахметова в Киеве. Около офиса нет машин-политиков, поэтому мы покидаем место. И замечаем, что синхронно с нами выехал и вот этот автомобиль Шкода. Около 20 минут машина едет следом за нами. Мы делаем несколько маневров, чтобы выяснить, действительно ли машина следит за нами или это обычная случайность. Машина повторяет наши маневры, поэтому, чтобы не раскрывать другие темы, над которыми мы работаем, мы останавливаем съемку. 13 сентября 2018 года. Около бокового заезда в администрацию президента стоит та же Шкода, которая ранее сопровождала нашу съемочную группу от офиса Рината Ахметова. Неподалеку от Шкоды, в месте, где мы неоднократно фиксировали пересадку тайных гостей администрации президента, стоит микроавтобус в сопровождении из кортежа олигарха. Мы поворачиваем и видим еще одну машину Рината Ахметова. 24 октября 2018 года. Аэропорт Киев, 23.00. Наша съемочная группа работает над материалом о перелетах лидера организации «Украинский выбор» Виктора Медведчука. На тот момент представителя Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы на переговорах в Минске и его соратников в Российскую Федерацию. Позади себя помечаем автомобиль Шкода, который наблюдает издалека. Автомобиль некоторое время стоит в безлюдном месте и позже проезжает мимо нас. Через полчаса мы заканчиваем съемку и покидаем аэропорт Киев. Покидая аэропорт, снова замечаем ту же самую Шкоду. 9 февраля. Наша съемочная группа едет по Обуховской трассе. Сразу замечаем за собой автомобиль Шкода. Мы останавливаемся около ресторана, и Шкода тоже останавливается. Как только мы начинаем двигаться, Шкода едет следом. Мы проезжаем мимо дома Ахметова и возвращаемся в город. Около администрации президента встречаем знакомый автомобиль сопровождения кортежа самого богатого украинца. Далее нас находит та самая Шкода, которая недавно сопровождала нас на Обуховской трассе. Машина разворачивается и паркуется позади нас. Потом за нами начинает ездить уже другая машина. Машина Ахметова не оставляет нас ни на минуту. Мы снова паркуемся, и маневр повторяется. Шкода разворачивается и становится позади нас. И даже во двор, к боковому заезду администрации президента, авто заезжает за нами. Те же автомобили следят за нами и тогда, когда мы заезжаем на заправки. Следят, когда мы возвращаемся в редакцию. Все автомобили, которые уже несколько месяцев следят за нашей съемочной группой, принадлежат компании «Дельта Донбасс», конечным бенефициарным собственником которой является Ахметов Ренат Леонидович. Это частная охранная фирма, которая имеет право заниматься детективной деятельностью. Собранные факты мы изложили двум украинским медиа-юристам, а также показали видео регулярного наблюдения за нами, организованного олигархом Ахметовым, которое продолжается уже несколько месяцев. Здесь потенциально есть признаки препятствования журналистской деятельности. Когда журналистская группа делает свою работу и ведет журналистское расследование или снимает материал, такая постоянная слежка может быть формой морального психологического давления, для того, чтобы помешать отснять определенный материал. Это наблюдение не только около дома Ахметова или около офиса этого лица, а в разных местах может говорить о давлении на журналиста. То есть об осуществлении определенного давления. Это возможно с целью воспрепятствования журналистской деятельности, для того, чтобы вы не знали, когда можно снимать, кто вас видит, собирается ли такая информация, как она будет использоваться. Я думаю, что это влияет на вашу журналистскую работу. Можно написать заявление в соответствии с частью 2 статьи 171 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает именно влияние на работу журналиста с целью воспрепятствования его профессиональной деятельности. Мы обратились в прислужбу Рината Ахметова. До эфира нам так и не ответили, с чем связана слежка охранников-олигарха за журналистами. Ринат Ахметов в соответствии с международным законодательством является так называемым ПЭПом, то есть политически связанным лицом. Он не является публичным деятелем, но имеет тесные связи на самом высоком государственном уровне и влияние на страну через отдельных политиков и целые политические силы. И доказательство этого зафиксированы нашей съемочной группой визиты олигарха в администрацию президента, правительства, контакты с руководителем одной из парламентских фракций, похожие эти встречи Ринат Ахметов хотел бы скрыть от лишних глаз. И потому прибегает к систематической слежке, а в отдельных случаях к блокированию автомобиля журналистов. Пятая годовщина трагических событий – революция достоинства. События, которые оставили глубокий и решающий след в украинской истории. После побега бывшего президента Украина выбрала проевропейский вектор развития и задекларировала свое стремление к демократии. Чтобы почтить память героев, которые погибли той зимой на Майдане, правительство инициировало создание мемориала и музея героев Небесной сотни. В прошлом году объявили тендер на строительство и уже выбрали победителя. Каким будет мемориал и кто именно его построит за полторы сотни бюджетных миллионов? Репортаж Георгия Шабаева. Миссия музея, она такая достаточно глобальная. Ее основная задача сохранить память о борьбе украинцев за свободу, за достоинства, за права человека, за демократию в новейшей истории. Как минимум во время революции на Грените, оранжевой революции и революции достоинства. В феврале 2018 года в Киеве проходит архитектурный конкурс, выбирают лучший проект мемориала героев Небесной сотни. Среди почти семи десятков конкурсных заявок из 12 стран мира международное жюри отмечает проект голландско-украинского архитектурного бюро МИС-студио архитекторов Ирыны Волынец и Марии Процик. Основная функция мемориализации, то есть почтения памяти героев Небесной сотни, она присутствует. Но помимо почтения памяти героев Небесной сотни, открывает ряд других функций, в частности, рекреационную. Создание парка, создание парковой аллеи в центре Киева. Комплекс будет состоять из двух частей. Со стороны Майдана и Крещатика будет мемориальная стелла, которая аркой будет врезаться в холм. Она будет состоять из 107 плит с именами каждого из героев Небесной сотни. А мост над аллеей станет условной границей начала парковой зоны. По обе стороны аллеи высадят липы. Главная миссия – сохранить память украинцев о борьбе за свободу, объясняет директор национального мемориального комплекса Героев Небесной сотни Игорь Пашивайло. А потому, по его словам, будущий мемориал будет совсем не похожим на советские музеи. И это принципиально. По сути, большинство советских музеев создавалось, их цель была возможность сохранить определенные культурные и исторические природные ценности. Но их функция основная была – служение определенной идеологии. Новый наш мемориальный комплекс не задуман как обслуживание определенной идеологии. Наша задача – задача будущего мемориального комплекса максимально объективно зафиксировать реалии, события с разных точек зрения. Искать подрядчика, который воплотит проект в жизнь, начали осенью 2018-го. Стоимость мемориала оценили в 154 миллиона гривен из государственного бюджета. Но первый тендер не состоялся. Причина – заявку подала всего одна компания. Это была угроза для нас, потому что бюджетные средства на это выделяются на год. Тендер состоялся со второй попытки, когда на него пришли уже 4 компании. Самым выгодным оказалось предложение компании «Североукраинский строительный альянс», которая предложила выполнить проект за 143 миллиона гривен. То есть дешевле, чем все остальные участники. Схему уже рассказывали об этой компании. Она на непрозрачном тендере выиграла право за 600 миллионов реконструировать шулявскую развязку в центре Киева. Мы выяснили, что эта компания приближена к народному депутату и известному столичному застройщику Максиму Макатасю, который летом 2017 года летал частным чартером с мэром Киева Виталием Кличко. Но с альянсом контракт так и не подписали. Та строительная компания, которая предложила самую низкую цену и в соответствии с основными критериями стала победителем, к сожалению, не учла важных составляющих проекта. Из-за этого она объективно была отклонена. Так, новым победителем конкурса стала фирма с длинным названием «Специальная научно-реставрационная проектно-строительная производственная мастерская «Украина-реставрация». Что это за компания? Наш анализ выявил факты, которые могут свидетельствовать о том, что мемориал Героев Небесной Сотни будет возводить компания, опосредованно связанная с Андреем Кравцом. При прошлой власти он управлял государственным управлением делами при АП, за что его часто называли завхозом Януковича. Реставрационный бизнес, который в 2018 году выиграл подряд на 150 бюджетных миллионов, берет начало вот здесь, в гостином дворе. Гостиный двор в центре Киева. За время своего существования это здание пережило немало. В нем были пожары, его несколько раз реконструировали и даже пытались превратить в торговый развлекательный комплекс. Уже после революции достоинства гостинку начали приводить в порядок. Здание и землю под ним через суды вернули государству. В 1994 году здание гостиного двора и землю, на котором оно размещалось, площадью в гектар, которая в то время принадлежала государству, получила в аренду частная структура – специальное научно-реставрационное проектное предприятие УК Реставрация. На протяжении десятилетий в гостином дворе размещались уникальная архитектурная библиотека и театр на Подоле. Но с приходом Януковича к власти судьба здания коренным образом меняется. В 2011 году кабинет министров Николая Азарова исключает гостиный двор из перечня памятников архитектуры. А потом, через год, Киевсовет дает УК Реставрации разрешение на разработку проекта землеустройства для реконструкции здания под торгово-офисный центр. Дмитрий Ярыч, который управлял УК Реставрацией с 2011 по 2016 год, человек, благодаря которому впоследствии стало понятно, в чьих интересах гостиный двор пытается превратить в торгово-офисный центр. Ярыч – давний компаньон семьи Андрея Кравца, того, который возглавлял государственное управление делами во времена Виктора Януковича. После побега президента Кравец также покинул Украину. Правда, потом вернулся. Вообще, государственное управление делами на тот момент полностью занималось обслуживанием конкретно президента Януковича. Я не знаю, помните ли вы историю о закупке малины по 600 гривен за килограмм. Любое желание президента исполнялось непосредственно государственным управлением делами и господином Кравцом. Андрей Кравец был причастен к отчуждению и к строительству резиденции в Межигорье. То есть, когда журналисты в 2014 году после побега Виктора Януковича находили документы по строительству Межигорье, то там находились следы и фирм, в том числе Марины Пелых, супруги Андрея Кравца. То есть, человек приложил руку к отчуждению и строительству легендарного объекта Януковича. Во времена, когда Кравец был народным депутатом, Ярыч работал его помощником. Потом стал бизнес-партнерами его супруги, Марины Пелых. Вместе они учредили компанию «КиевАрт». А также Ярыч работал юристом в столичном кинотеатре Зориной, который возглавляла супруга Кравца, и в котором проводили съезды партии регионов. Усилиями общественных активистов все-таки удалось помешать превращению гостиного двора в ТРЦ. А с приходом новой власти здания постепенно начали возвращать собственность государства. В суде отменили решение Кабмина, вернули зданию статус памятника архитектуры. И, в конце концов, в феврале этого года фонд государственного имущества получил его в собственность. Но гостиный двор вернулся в крайне запущенном состоянии. Об ухудшении состояния здания активисты неоднократно сообщали в прокуратуру. В 2013 году там даже открыли уголовное производство по факту незаконных строительных работ и разрушения культурного наследия. Какова судьба этого дела? В управлении нацполиции Подольского района Киева, которое расследует эту историю под процессуальным руководством столичной прокуратуры, ответа к моменту эфира не предоставили. Так, изучив историю гостиного двора, мы обратили внимание на то, что все компании, которые ведут к бывшему арендатору этого старинного здания, кроме похожих названий, имеет еще кое-что общее, адрес, по которому они изначально были зарегистрированы. Это контрактовая площадь, дом 4, адрес гостиного двора. Здесь прописалась укрреставрация, связанная с Андреем Кравцом. Но также здесь была учреждена Украина-реставрация, мастерская, которая будет строить мемориал героев небесной сотни. Еще одна связь с руководителем государственного управления делами времен Януковича Кравцом через Дмитрия Ярыча, уже упомянутого давнего бизнес-партнера семьи и помощника. После революции, уже после того, как гостиный двор забрали у Украинской реставрации и вернули в государственную собственность, Ярыч продолжил работать в этой структуре. Только теперь, как миноритарный акционер, Украинской реставрации является учредителем общества «Реставратор». Второй соучредителем реставратора – специальная научно-реставрационная проектно-строительно-производственная мастерская «Украина-реставрация». Ее директор Василий Гайдей, он же возглавляет мастерскую «Украина-реставрация», ту, которая выиграла право на возведение мемориала «Героя в небесной сотне». Мы позвонили директору компании-подрядчика Василию Гайдею с просьбой рассказать об опыте его компании в подобном мемориалу строительстве. Мы также спросили у Гайдея, не его ли специалисты занимались гостиным двором. А что об этом думает сам Андрей Кровец, бывший чиновник времен Януковича? Вы влияете на деятельность компании «Мастерская Украина-реставрация», которая будет строить мемориал «Героя в небесной сотне»? Нет, я про это ничего не знаю. А сохраняете ли вы контроль над рукой реставрации, той, которая гостиный двор делала? А с Дмитрием Ярычем вы общаетесь? Дозвонились мы также его бывшему помощнику и нынешнему миноритарному акционеру «Укреставрации» Дмитрию Ярычу. А скажите, пожалуйста, поддерживаете ли вы связь с Андреем Кровцом? Я много с кем общаюсь в Киеве. Это не значит, что я должен кому-то рассказывать особенно о том, почему и на какие темы я общаюсь. Вы влияете ли вы связаны с «Мастерской Украина-реставрация»? «Мастерская Украина-реставрация»? Нет, конечно. И к строительству мемориала и проекту «Героя в небесной сотне» вы не имеете отношения? Нет, конечно. Отдельно мы обратились к Министерству культуры, как к распорядителю государственных средств на строительство памятного мемориала с вопросом о том, что им известно в «Мастерской Украина-реставрация». Впервые слышу. Я в эти дела не вмешиваюсь. Есть конкретно созданная дирекция по строительству. Они проводили тендеры, я даже не знаю названий. Я даже не знаю названий. Директор комплекса Игорь Пашевайло подчеркивает, выбранная компания победила законно. Даже если мы руководствовались моральными нормами, но юридически это было бы невозможно. Поскольку участник, который выиграл на законных основаниях, он бы это оспорил. Все в судах. Здесь, к сожалению, нет строительного бизнеса, который был бы основан молодыми людьми, которые с абсолютно чистой историей, с чистыми и светлыми стремлениями. Они объединились, имеют капитал и решили застраивать Киев. К сожалению, почти все строительные компании имеют печальную историю. Построить национальный мемориальный комплекс героев Небесной сотни планировали еще в этом году, ко Дню независимости. Но важное для многих украинцев событие может отложиться из-за необходимости проведения следственных действий. Ведь пока не закончено следствие по делу о расстреле протестующих 20 февраля 2014 года. Четыре года мы, как обычные граждане, ждали каких-то результатов следствия. Что-то вроде происходило, но в прошлом году, когда сдвинулось дело сооружение мемориала, мы узнали, что на этом месте, на аллее героев Небесной сотни, до сих пор не закончены следственные эксперименты. В любом случае, мы считаем, что для общества одинаково важна и справедливость, то есть результаты следствия и память. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова